Радиокомпания «Голос России» представляет Военно-политический анализ с Игорем Коротченко Видеоверсия Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Я обозреватель радиостанции «Голос России» Андрей Лишенко. У нас в студии Игорь Юрьевич Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Мы, как всегда, беседуем о проблемах обороны, стратегической ситуации в мире, глобальной безопасности. Но сегодня наша передача проходит в канун святого для всех нас праздника Дня Победы. И мы не можем не вспомнить о тех событиях, разумеется, в контексте задач, которые мы ставим в рамках нашей беседы, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, хотелось бы вот эти оценки экстраполировать на сегодняшнюю ситуацию. О том, какой может быть мир через 5, 6, 10 лет в контексте безопасности, какие угрозы существуют для нашей страны, для мира в целом, как им можно противодействовать, готовы ли мы к этому. Вот обо всём, об этом мы бы хотели сегодня поговорить. Игорь Юрьевич, ну, наверное, когда мы говорим о Великой Отечественной войне, то мы сразу вспоминаем, прежде всего, первые дни, вот ту ситуацию, при которой якобы война стала неожиданностью для руководства, для советского руководства. Ну, разделяете ли вы такую точку зрения, которую определенная часть экспертов и историков придерживается, и как, на Ваш взгляд, существует ли подобная возможность неожиданного развертывания боевых действий войны в настоящее время? Советское руководство того периода времени в главе с Иосифом Сталином сделало очень много для того, чтобы подготовить государство к возможной военной конфронтации с гитлеровской Германией. Вместе с тем, Вермахт обеспечил себе эффект стратегической неожиданности в момент начала войны. Связано это с комплексом объективных причин, о них уже очень много говорилось, в то же время существовали и субъективные причины. В частности, недооценка советским руководством донесений советской разведки. Сталин не хотел войны, он понимал, что страна пока к ней не готова. Если бы все шло по плану, то где-то примерно на рубеже 43-го года, если бы война не началась в 41-м году, я думаю, именно здесь были планы оттянуть как можно дольше начала войны, чтобы наилучшим образом к ней подготовиться. Но Гитлер не дал нам времени, и война стала реальностью в 4 часа утра 22 июня 41-го года. Вместе с тем, оценивая советскую внешнюю политику, надо признать своевременность подписания пакта Молотова-Риббентропа, потому что это уберегло нас от прямой военной конфронтации с Германией в 39-м году. Более того, мы получили возможность создать стратегическое предполе за счет того, что в зону влияния Советского Союза вошел ряд ранее утерянных нашей страной территорий. И более того, как бы пакт Молотова-Риббентропа, все-таки я считаю это триумфом советской дипломатии. Пакт Молотова-Риббентропа это триумф советской дипломатии, как бы и кто не относился сегодня к этому документу с позиции его критического осмысления. Дело в том, что история не может быть повернута назад, поэтому комплексно оценивая то, что происходило, надо признать, что мы подписали соглашение с Германией после того, как не увенчались успехом переговоры с западными партнерами. И англичане, и французы фактически обманули наши ожидания. У них не было абсолютно никакого желания достигать соглашения по общему фронту борьбы с гитлеровской Германией. И собственно в этих условиях Советский Союз, исчерпав все политические возможности, пошел на то, чтобы временно отсрочить войну с Германией. К сожалению, не на тот срок, на который мы рассчитывали. Тем не менее, невзирая на наши первые неудачи 1941 года. Политическое руководство смогло мобилизовать нацию, мобилизовать страну, подтянуть резервные дивизии, которые формировались в глубине страны, обеспечить их боевое слажение, обучение и в конечном итоге гитлеровские расчеты захватить Москву и Санкт-Петербург, как они называли, мы называли Ленинград, город Ленина, нашу северную столицу. Планы Германии не удались. И в первую очередь не удались, потому что не только был высокий моральный дух у советского народа, была проведена колоссальная работа по перевозу части оборонных производств на Урал, в Сибирь, где фактически с нуля целый ряд заводов был запущен. И в конечном итоге, понеся, конечно, колоссальные людские потери, мы сумели выйти на паритет военных возможностей Советского Союза и Германии. И в дальнейшем за счет более интенсивной и качественной работы советской оборонной промышленности, за счет мобилизации нашего народа, мы победили в этой войне. Но уроки, безусловно, есть, о них надо говорить. И главный урок — это оборонное сознание народа, это работа разведки и, самое главное, политическая воля лидеров государства для того, чтобы отстроить систему обороны таким образом, чтобы любой потенциальный агрессор, противник понимал, что нападение на нашу страну закончится для него фатальным образом. Именно поэтому, извлекая уроки из первого периода Великой Отечественной войны, мы должны абсолютно четко понимать, что в сегодняшнем мире именно стратегические ядерные силы России являются краеугольным камнем обеспечения нашей национальной безопасности. Потому что любой потенциальный агрессор, либо союз государств-агрессоров четко понимают, что если вдруг они совершат нападение против нашего государства, мы можем в ответном ударе поставить их на грань исчезновения как суверенных и самостоятельных государств. Именно поэтому ядерное оружие — это неприходящая ценность как средство обеспечения суверенитета и военной безопасности нашей страны. При этом важно отметить, что ведь по балансу сил сегодня мы не можем содержать двух- или трехмиллионную армию. У нас миллионная армия всего лишь. Разумеется, и НАТО, и другие крупные государства, в частности Китай, имеют большие возможности по созданию обычных группировок войск. Но именно ядерное оружие создает паритет и служит, как это ни покажется, странным миротворцем. Пока мы ядерное государство, мы обеспечиваем свою стабильность и неуязвимость. Это один из уроков, который мы извлекаем из событий 41-го года. И второй урок, не менее важный, безусловно, это работа разведки. Сегодня ряд спецслужб занимается у нас в стране добыванием соответствующей информации. Это служба внешней разведки России, это главное разведывательное управление Генерального штаба и, наконец, те структуры в составе Федеральной службы безопасности, которые также занимаются вопросами внешней разведки. В этом плане слаженная эффективная работа, доведение соответствующей информации до Кремля, важный элемент прогноза того, какие угрозы зарождаются, насколько они могут быть актуальны для нашей страны и как их необходимо парировать. В том числе и в варианте отложенных угроз, которые могут материализоваться не сегодня, а спустя 15-20 лет. Кстати говоря, одно из таких угроз как раз и является сначала европейская противоракетная оборона, а затем и глобальная про США. Игорь Юрьевич, какие особенности в угрозах сегодняшнего дня существуют? Что появляется нового в этой сфере? Это многовариантность угроз и их латентность, то есть скрытность. Сегодняшний мир настолько сложен и взаимовязан, что вот может быть война начнется не в таких классических формах, как она начиналась в 41-м году. Не танковые клинья будут представлять собой угрозу, а совершенно иные опасности. В частности, если мы говорим про киберсреду, киберпространство, учитывая сегодняшнюю уязвимость многих систем экономики, финансового сектора, да и оборонных производств, от инфраструктуры компьютерной, появляются новые типы угроз. В частности, это возможность кибератак. И сегодня ведущие государства мира, я бы отметил США, страны НАТО, Китай, другие государства активно развивают свои возможности как по кибернападению, так и по киберзащите. И у нас наконец-то после долгих лет разговоров и обсуждений начались практические мероприятия в данной сфере. В этом году вышел указ Владимира Путина, в соответствии с которым вопросы координации всех действий в области киберзащиты возложены на Федеральную службу безопасности. В Министерстве обороны создано киберкомандование, которое будет функционировать примерно по тому же варианту, как и в Соединенных Штатах Америки. То есть роль и понимание новых угроз вот здесь как раз очень четко видна. Вместе с тем, важнейшим сегодня фактором военных угроз остается политическая нестабильность. И в этом плане внимательно следим за событиями в Афганистане. После того, как американцы планируют выйти оттуда вместе с союзниками, есть риск дестабилизации в этой стране, приход к власти радикальных исламистов и дальше экспорт нестабильности в соседние государства, в том числе на постсоветское пространство. А дальше под лозунгами джихада. Мы не исключаем, что возможна дестабилизация в ряде российских регионов. Северный Кавказ, Поволжье. Именно понимание этого риска заставляет нас сегодня идти на тесную кооперацию в рамках ОДКБ, оказывать военно-техническую помощь постсоветским государствам, в частности Таджикистану. И отрабатывать варианты коллективных действий по отпору возможным угрозам опять же в рамках ОДКБ. То есть зарождение угроз сегодня происходит внезапно, очень быстро они становятся реальным фактором политики. Безусловно, такой же опасностью является и международный терроризм. Поэтому борьба с этим явлением, совместные усилия – это важный элемент парирования будущих угроз. Ну и, конечно, остается фактор все-таки всеувеличивающегося отрыва США от остального мира в области создания новых систем вооружения. То есть они могут уйти в такой необратимый военно-технический отрыв, когда дальше посчитают себя достаточно сильными, чтобы предпринять те или иные действия, в том числе возможные враждебные нашей стране. А что касается прогнозов, вы знаете, прогнозы пока такие, что будут войны за природные ресурсы. И мы уже сегодня наблюдаем колониальные войны нового стиля. Это действия Франции в Африке. Они борются за доступ к природным ресурсам к африканскому урану. Да и Ливия, собственно говоря. Ливия, Ирак. То есть запасы природной воды, чистые территории, изменение климата – все это будет факторами, которые будут влиять на военно-политическую конфигурацию в мире в будущем. Как Вы расцениваете угрозы распространения ядерного оружия? Мы вот только что, да, собственно говоря, еще не пережили кризис, связанный с ядерными испытаниями, ракетными испытаниями Северной Кореи и мгновенным ростом напряженности в этом регионе. Как дальше будут развиваться дела и в этом регионе, и в других, связанных с возможностью создания ядерного оружия на Ближнем Велевостоке, на Дальнем? Я думаю, Северная Корея – последнее государство, которое получило в свои руки ядерное оружие. Дальше США и их союзники уже никому не позволят в современном мире пойти таким путем. В этом плане, мне кажется, Иран совершенно очевидно не станет ядерным государством в плане вхождения в клуб ядерных держав, обладающих атомным оружием. Не дадут, не дадут и другим государствам. Поэтому феномен Северной Кореи – последний феномен, когда режим, находясь на грани экономического коллапса, тем не менее, создает оружие массового уничтожения, чтобы защитить себя от внешней агрессии. Больше таких прецедентов в современном мире не будет. Поэтому риск ядерного распространения я оцениваю все-таки как не очень значительный. Другое дело, что в руки террористических организаций могут попасть ядерные боеприпасы, например, из Пакистана, где ситуация очень нестабильна. Опять же, риск попадания в руки международных террористических и преступных группировок различного рода элементов биологического оружия. Вообще, современная наука – это ящик Пандоры. Мы не знаем, что на стыке технологий может родиться в пробирках и как затем это может оказать влияние на современный мир. Поэтому угрозы многофакторные, самые различные. Именно поэтому необходима все-таки кооперация, совместное действие ответственных государств, чтобы снизить риск таких угроз. Есть еще одна потенциально весьма болезненная точка – это территориальные конфликты. Мы сейчас видим, что на Дальнем Востоке это приобретает наибольшую актуальность. Я имею виду споры между Китаем и Японией, между Китаем и в Южной Корее, может быть, не такие острые, и многосторонний спор между государствами Юго-Восточной Азии и Китаем в Южно-Китайском море. Я даже читал сценарии, связанные с тем, что крупный международный вооруженный конфликт может разгореться именно вокруг территориального спора в результате эскалации действий той или иной другой стороны. И вот, допустим, японцы на днях заявили о том, что они готовы применить, это впервые было, применить силу, если китайские граждане или военнослужащие высадятся на спорных островах. Как вы расцениваете такую угрозу перерастания территориального конфликта вооруженные противостояния? Вполне реальные. Я сюда добавил также проблему Нагорного Карабаха, территориальный спор, вокруг которого может привести к новой войне между Азербайджаном и Арменией и втягивание дальше сюда других ключевых игроков. Понятно, за Азербайджан выступит Турция. Мы должны будем поддержать нашего партнера по ДКБ Армению. Риски очень большие. Да, что касается Юго-Восточной Азии, здесь вообще, в принципе, ситуация взрывоопасная, именно поэтому Китай сегодня активно наращивает свои военные возможности. Озвучена программа строительства авианосного флота. Делается это не просто так. Впереди может быть очень большая конфронтация между Китаем и США, Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии. Кстати, тайваньская проблема опять же, представляет собой очень большую опасность. Мне кажется, все-таки Китай будет действовать достаточно ответственно, понимая свою роль и риски, которыми могут закончиться те или иные неудачные действия. Поэтому, все-таки, мне кажется, в течение ближайших 15-20 лет Китай будет действовать, в общем-то, опираясь на политические средства, подкрепляя их военными лишь в крайнем случае. Ну, а с другой стороны, знаете, фактор такой, что маленькая вспышка может привести к большой войне, в том числе и к обмену ядерными ударами. Поэтому на первой позиции должна выходить, конечно, дипломатия. Еще один регион, Арктика. Арктика. Да, об этом тоже надо сказать. Там, где сегодня ведутся пока дипломатические споры за раздел шельфа, за доступ к проходу через Арктику. Все-таки в свете глобального потепления может образоваться ситуация, что будет возможна круглогодичная навигация без ледоколов по соответствующим маршрутам. Поэтому это тоже потенциально конфликтная ситуация. И исходя из этого, знаете, вот фактор наличия у России мощных вооруженных сил, это в определенной степени страховой полис, что нас не втянут в войну. А с нами будет разговаривать, мы сможем дипломатическими методами добиться тех или иных решений. Собственно, поэтому безальтернативная ситуация, связанная с тем, что мы должны укреплять свою военную безопасность путем эффективного проведения реформы вооруженных сил России. Зачастую, вы вспомнили о Китае, и я тоже хотел бы сказать, что зачастую некоторые обозреватели говорят о том, что Китай является, по сути, наибольшей угрозой для России, коль скоро там взрывоподобный рост населения. Большая нехватка природных ресурсов, и Китай, в общем, может решить свои внутренние проблемы за счет территории России, в том числе военным путем. Как вы оцениваете такого рода прогнозы? Пока это сценарий маловероятный, потому что вектор военных и геополитических устремлений Китая, он лежит как бы за счет экспансии в Юго-Восточную Азию. И даже если мы посмотрим, где проживают наибольшие группы по плотности китайского населения, это не внутренние районы, ограниченные с Российской Федерацией, а как раз депрессивные регионы. Китайцы как бы пока не устремляются, по крайней мере, с точки зрения официальных доктринальных документов, не смотрят на Сибирь и Дальний Восток. Другое дело, что существует бесконтрольная, либо малоконтролируемая миграция. Сама по себе она потенциально опасна, исходя из того, как будет ситуация развиваться в будущем. К примеру, создаться такая значительная китайская диаспора на территории России, скажем, 5-6 миллионов человек. И дальше возникает новая реальность, они могут выдвинуть какие-то требования, а центральное правительство в Пекине может поддержать эти требования. Поэтому я говорю, конечно, о чисто теоретических сценариях, но они актуальны именно через призму того, что мы не должны допускать бесконтрольную миграцию граждан КНР на нашей территории. А так, в практическом плане, пока вектор устремлений Китая это Южные моря. Собственно, туда они устремлены, именно поэтому болит голова сегодня у США, у Австралии, у Японии, Филиппин, Малайзии, Индонезии, Вьетнама и ряд других государств. Но мне все-таки кажется, что Китай будет решать все эти проблемы, прежде всего политико-экономическими методами, но не военными, имея за спиной, безусловно, мощный ударный потенциал, в том числе в виде авианосного флота. Потом Китай активно сейчас инвестирует, экономически стремится в Африку. И, очевидно, там будет поле будущего противоборства США и Китая. Вообще складывается впечатление, что Китай пытается вот эти свои гигантские золотовалютные ресурсы, накопленные в том числе и в ценных бумагах американского правительства, все-таки конвертировать в какие-то ощутимые экономические активы, которые можно пощупать. В будущем, вы знаете, всякие могут быть сценарии. Поэтому здесь остается только опираться на такие реалистические прогнозы. В этом плане я хочу поддержать политику, например, Дмитрия Рогозина, вице-премьера, который курирует оборонный комплекс и который неоднократно говорил о необходимости создания в нашей стране системе стратегического планирования. Об этом же говорит президент Путин. То есть мы должны стратегически понимать, что будет происходить в современном мире, что будет происходить в России, ну, 30-50 даже лет вперед. Для того, чтобы спрогнозировать уже сегодня какие-то мероприятия и действия, чтобы вот те будущие риски, угрозы, они не стали для нас фатальными, по сути. Конечно, задача очень сложная, трудная, во многом футурологическая, но необходимо создавать соответствующие центры, которые способны будут делать прогнозные такие оценки на будущее, для того, чтобы худшие сценарии не стали реальностью. Ну, тем не менее, китайцы это делают. Насколько известно, они, в общем-то, преуспели в долгосрочных прогнозах, рассчитанных на 30-40 лет. Я думаю, что и Россия не должна отставать в этом вопросе. это за пределами жизни одного человека. Физической, не просто политической жизни. Физической жизни. То есть, у них идет вперед выстраивание, так сказать, каких-то целей принципиальных, которые нация и государство ставят перед собой. Конечно, здесь есть чему поучиться. Для нас, для России, я считаю, все-таки несколько факторов являются ключевыми. Во-первых, это внутренняя политическая и экономическая стабильность, борьба с коррупцией, подавление сепаратистских и террористических тенденций. Особенно, я говорю, применительно к региону, конечно, Северного Кавказа. Но и самое главное, это пропорциональное экономическое развитие, собственно, территории страны. То есть, не должно создаваться никаких предпосылок для того, чтобы, например, в Калининградской области либо на Дальнем Востоке появлялись какие-то сепаратистские движения, либо тенденции. Опять же, работать с общественным мнением. Очень важен индекс социального оптимизма, чтобы он был высок, для того, чтобы граждане были менее подвержены воздействию каких-то других тенденций. И самое главное, что это феномен распространения глобальной информации. Сегодня человек, входя в интернет, фактически остается один на один с той информацией, зачастую в рожде. Это угроза, и это ведь тоже угроза. Об этом, кстати, говорил патриарх Кирилл, когда он сказал, что вот сегодня мы, как церковь, понимаем, какое колоссальное воздействие оказывается на умы людей. Что человек остается один на один с порой враждебной информацией, которая призывала разрушить его мира, ощущения, разрушить его жизненные ценности, поселить какие-то враждебные тенденции в сознании. И это, мне кажется, главная опасность, информатизация, мощное воздействие новых медиа, социальных медиа на сознание, на настроение широких групп населения. И здесь многие вопросы, на которых сегодня просто нет ответа, но отвечать на них так или иначе нам придется, иначе за нас это сделают сами события, которые мы уже не сможем контролировать и прогнозировать. Игорь Юрьевич, хочу задать, может быть, последний вопрос, отталкиваясь от того, с чего мы начали беседу. Две мировые войны пришли на территорию нашей страны с Запада, из Европы. Как сейчас, существует ли угроза России со стороны блока НАТО, со стороны западного мира, как мы еще говорим? Не хочу предаваться алармистским каким-то тенденциям. Я могу сказать, пока мы будем сильными, пока у нас будет мускул и потенциал, эта угроза минимальна. Но как только мы ослабнем, как только что-то у нас пойдет не так, эта угроза многократно возрастет. Такой эффект мультипликации. Поэтому я говорю, наша главная проблема и главная угроза это наша внутренняя слабость, поэтому мы должны быть сильными. Потенциально, да, мы не можем игнорировать, извините, вот более чем четырехкратное превосходство блока НАТО над Российской Федерацией в области количества солдат и техники. Это фактор. Любая разведка, любая спецслужба, любое планирование основывается на оценке потенциалов. Да, на цифрах, а не на словах, собственно. Потенциал существует. Это опасно. Сегодня риска войны с НАТО нет, но никто не знает, что будет через 20 лет. Никто не знает. Поэтому мы должны, знаете, держать наш порох сухим, а бронепоезд должен стоять на запасном пути. Ну что ж, конечно, мы попытались лишь только оценить все угрозы, которые существуют в нынешнем мире и то, насколько они могут быть проецированы на нашу страну. Но, тем не менее, вывод единственный, который существует, что в этом мире слабых не любят. И чтобы предупредить конфликт, предупредить агрессию, можно только в настоящее время, только силовыми средствами. Других средств пока что не изобретено. И это, видимо, реальность, с которой нам еще достаточно долго придется считаться. Природа человечества не изменилась за последние 5000 лет. Там, где наступают непримиривые противоречия между государствами, они разрешаются именно войной. Война становится средством решения противоречий. А в современном мире таких противоречий становится все больше и больше. Поэтому, завершая нашу программу, конечно, хочется прежде всего сказать, что сегодняшнее российское руководство четко понимает риски и угрозы для нашей страны. Мы укрепляем вооруженные силы, развиваем оборонно-промышленный комплекс. И эти факторы являются ключевыми в том, что мы с оптимизмом смотрим в будущее. Но, разумеется, хотелось бы искренне поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех нас с Великим и Святым Праздником, с Днем Победы. Это та ценность, которую мы несем с собой и будем нести сквозь века, как символ мощи нашей страны, как символ нашего морального превосходства над любым агрессором. Как те, которые были в прошлом, так и теми, кто, возможно, попытается каким-то образом посягнуть на нашу свободу, суверенитет и независимость. С Днем Победы! С Днем Победы! С праздником вас! Итак, уважаемые радиослушатели, мы завершили нашу предпраздничную беседу с Игорем Юрьевичем Коротченко, главным редактором журнала «Национальная оборона». Спасибо большое.